Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня у нас обзор нового Димрота от компании Magnum Steel. И сразу же хочу сказать, что ссылочку на наш сайт, на котором можно приобрести данный дефлегматор Димрота, а помимо этого полный ассортимент продукции компании Magnum Steel, а также нашей сыроварни, вы найдете в описании ролика. Напомню, что абсолютно все товары мы отправляем по всему земному шару, не только по Украине. Поэтому, если вы живете в другой стране, можете смело делать заказ, мы вам отправим. А мы с вами давайте в первую очередь детально рассмотрим Димрот, а после поговорим о его преимуществах и проведем испытания. И если вы зададите вопрос, а что за будоражащие ухо звуки здесь у тебя происходят, я вам отвечу. Это готовится чаще, для того, чтобы приготовить, вернее для того, чтобы провести испытания нового пароводяного котла. А испытания скоро будет на канале. Данный дефлегматор целиком выполнен из пищевой нержавеющей стали марки 304. Основное его преимущество это очень маленький размер. Этот дефлегматор способен утилизировать до 4,5 киловатт мощности, по словам производителя. Мы сегодня с вами это проверим. Смотрите, размер рабочей высоты дефлегматора 12,5 сантиметров. При этом его полный размер всего лишь 20 сантиметров. Здесь намотано 3 метра трубки. Внутренний диаметр трубки всего лишь 3 миллиметра. Это дает очень высокую эффективность за счет того, что трубка тоненькая и много витков. Дефлегматор получается при минимальных размерах просто сумасшедшей мощности. Вот так он выглядит в рабочем положении. И давайте посмотрим на качество изготовления. Качество сварных швов, простите. Сама трубка. Как она согнута, как она варена. Ну и, собственно говоря, трубочка здесь. Все это варено, собрано в царгу размером 2 дюйма. То есть подходит к любым аппаратам с царгами или с узлами отбора или с диоптерами под 2-дюймовый кламп. Где можно использовать данный дефлегматор? В первую очередь его можно использовать вместо кожухотрубного дефлегматора в обычной классической У-образной бражной колонне. Вот таким образом помещая в царгу. Единственное, что необходимо учесть, что засыпать насадку или набивать РПН нужно на вот эту вот длину, на длину самого димрота меньше, чтобы он опустился в царгу. При этом он будет идеально работать. Как вы знаете, я предпочитаю отбор по жидкости. Поэтому мне более интересно, как этот дефлегматор будет справляться в сборках колонн с работой по жидкости. Итак, в первую очередь данный димрот идеально подходит к узлу отбора МАК ПРО Визуал. Вот таким вот образом он сюда становится. За счет этого мы получаем огромную экономию в высоте. Можете себе представить полуметровый кожухотрубный дефлегматор или же большую модель дефлегматора Димрота, которая также есть у нас на сайте, медную. Она тоже размером 45 сантиметров. Для тех, кто не имеет возможности собирать высокие колонны, этот дефлегматор представляет из себя ну очень полезную штуку. За счет того, что он мега компактен и он стыкуется с узлом отбора просто идеально. Поэтому, если у вас узел отбора МАК ПРО Визуал, вот так вот все это выглядит. Визуально, скажем так. И, кстати, это очень красиво. Я именно на такой сборке буду вам и демонстрировать. Далее. Если у вас узел отбора любой другой конфигурации или другого производителя, есть два варианта. Можно приобрести либо диоптер, что я считаю очень красиво, и использовать данный дефлегматор вместе с диоптером. Вот таким вот образом. Либо приобрести 20-сантиметровый отрезок царги с клампами. Это тоже всегда есть на сайте. И использовать. Помимо этого, если вы используете данный дефлегматор в классической сборке, то вам, конечно, надо такой вот девайсик маленький докупить, если у вас его нету от другого оборудования. Это носик с трубочкой связи с атмосферой. Вот таким вот образом это уже выглядит в рабочем состоянии. Часто мне задают вопрос, для чего здесь на носиках две трубки. Дело в том, что носики универсальные. И они подходят либо для сбора дистиллята, либо как носик связи с атмосферой. Поэтому вот с этой трубкой вопросов нету. А на вот эту вот вертикальную трубочку я всегда одеваю кусочек силиконовой трубки, чтобы она свисала вниз. А теперь предлагаю вам перейти в другое помещение, где мы протестируем этот дефлегматор. Для того, чтобы оценить, на какую мощность рассчитан дев, я собрал простейшую конструкцию. То есть в кубе у меня спирт-сырец. Далее я взял пустую царгу, не ставил никаких колонн, никакой насадки. По той причине, чтобы подать максимальную мощность на сам дев. И поставил с диоптером дефлегматор. После этого подключил тен. Тен у меня 3-х киловаттный, плюс 1,5 киловатта плитка. То есть суммарно это даст 4,5 киловатта. Сейчас проходит разгон, и я хочу проверить, справится ли с 4,5 киловатта данный дефлегматор. Если это мощность, которую заявляет производитель, действительно объективной и рабочей. Поэтому ждем, пока вся эта ситуевина разгонится, согреется и будем смотреть. Так, ну вот у меня начинает прогреваться. Значит, плитка на полную мощность. Этот темп тоже на полную мощность. И сейчас мы будем видеть работу дефлегматора, чего он нам покажет. Пошел процесс дефлегмации. И теперь надо понимать. Так, здесь у нас отлично в кубе 85, в царге 81. Все на полную мощность фигачит. Надо понимать, начнет ли потеть эта трубка. Если она начнет потеть или вдруг прорыв паров, значит дефлегматор не справляется. Давайте буду снимать это на одном кадре. Здесь, смотрите, уже какой захлеб конкретный. То есть, ну, явно, что 4 киловатта подается. Мощность, мама, не горюй. Все, все работает. Могу сделать выводы, что эта штука совершенно спокойно 4,5 киловатта утилизирует. Никакого. То есть, ну, можно, можно, как бы, можно ее брать. Запас. Интересно. Ну, конечно, так, когда я делал обзор вот этого дефлегматора, он полностью в стеклянной колбе. И здесь было видно. На 4,5 киловаттах он вот досюда вот работал, а дальше уже конденсат не собирался. Здесь, конечно, этого не видно. Но совершенно четко видно, что тут трубочка не потеет. Никакой пар отсюда не выходит. Следовательно, дефлегматор полностью справляется. Ну, и работает так красивенько, смотрите как. А в это время здесь надо останавливать, потому что сейчас она уже наверх пойдет. У меня это спирт-средс готовится к перегону. У меня там еще узел отбора хвостов установлен. Все, захлебнулось. Дефлегматор справился. Останавливаем это дело. И, собственно говоря, все. После испытания на мощность я собрал конструкцию уже непосредственно для дистилляции. Использую тарельчатую медную колонну. Тоже делал ее обзор. И вот собрал дефлегматор вместе с узлом Mac Pro. Визуал. Видите, как оно все компактненько смотрится. Вообще, дет с узлом отбора. Ну, просто супер. Вот реально дефлегматор и узел отбора. То есть, все низенько. Экономит место. И когда мы будем делать ректификацию, и нам нужна будет полутораметровая царга, то у нас все, конечно же, поместится. Ну, должен сказать, что работает все. Это сейчас под управлением нашего комплекса автоматизации. Это очень крутая штука. Скоро будут обзоры. Здесь есть как бы сам комплекс автоматизации. Он называется у нас Первак 1.4. Отключу свет, чтобы не было засвета. И также веб-приложение. То есть, со смартфона вы можете полностью контролировать ректификацию, а сама ректификация проходит полностью в автоматическом режиме. Вообще не требует вмешательства оператора. Ну, конечно же, оставлять все без присмотра нельзя. Но, в общем, это наша новая разработка. Скоро уже будет презентация, и она поступит в продажу. Правда круто? Я тоже так считаю. И вот, допустим, для меня собрать полноценную колонну, у меня всегда куб стоит на полу, и все это там упирается практически в потолок. Потолки в помещении, там, где я работаю с алкоголем, достаточно низкие. Поэтому именно компактный размер я считаю основным преимуществом данного Димрота. Но при этом и качество изготовления, качество сборки. Обратите внимание, задавали вопрос. Трубочка внутри реально имеет размер, там, 3 или 3,5 миллиметра. Поэтому продувается достаточно сложно за счет большой длины. Очень несколько клиентов, скажем так, задали вопрос, а не является ли это каким-то браком или недостатком. Там, возможно, люди предположили, что где-то есть перегиб или залом трубочки. Нет, такого нету. Вы видели, как это работает, вы видели, как охлаждается. То есть вода проходит, ну, просто идеально и отрабатывает он идеально. В общем, вот такой вот девайс. Ссылочка на наш сайт в описании ролика. Переходите по ссылке, ну и заказывайте у нас. А мы с Ларисой готовим для вас вкусные сыры, колбасы и домашний алкоголь. И, конечно же, много у нас на канале всяких видео по работе с нашим оборудованием. Именно с оборудованием для домашнего винокурения. Друзья, спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.